Когда мы слышим слово «патенты», то сразу думаем про инженеров, инновационное оборудование и современные заводы. Но есть патенты, которые касаются каждого из нас. Это патенты на новые лекарства. Фармкомпании получают такие патенты для развития технологий и достойной оплаты труда. И это хорошо. Срок действия патента длится 20 лет. Это позволяет продавать лекарства по высоким ценам без страха конкуренции. Некоторые компании не хотят расставаться с монополией и искусственно продлевают патенты еще на 3-5, иногда даже на 10 лет. А это уже плохо. Для этого они, например, меняют форму лекарства, добавляют другое химическое вещество, повышают температуру хранения. Все это продлевает монополию и сохраняет высокие цены, которые оплачивают как государство, так и пациенты. Почему это возможно? Все из-за пробелов в патентном законодательстве. Например, в 2001 году в Австралии выдали патент на самое простое колесо. Хотя, по сути, уже тысячи лет колесо не являлось изобретением. Поэтому несовершенство законов о патентах позволяет и фармкомпаниям продлевать монополию, регистрируя вечно зеленые патенты. Как выйти из этого замкнутого круга? Изменить законодательство, которое не позволит существовать вечно зеленым патентам, а позволит другим производителям приходить на рынок с более доступными сходными препаратами – дженериками. Когда на рынке представлены разные производители одного препарата, это создает здоровую конкуренцию. Конкуренция снижает цены, что позволяет покупать необходимое количество лекарств для всех пациентов при разумных затратах для системы здравоохранения и спасать жизни людей. Социологические опросы показывают, что жители Молдовы из года в год сталкиваются с наибольшим количеством проблем именно в области права на здоровье. Именно поэтому важно, чтобы реформа патентного законодательства Молдовы проводилась как можно быстрее и отстаивала права пациентов. Если ты считаешь этот вопрос важным для себя, своих родных и друзей, не молчи. Поделись этим видео. Поставь лайк. Твое мнение меняет будущее уже сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok